Виталий приветствую тебя на торговой сессии среды сегодня очень важный день я как как бы твой оппонент который отвечает за фундамент сегодня безусловно хочу пару слов отметить про самое важное событие этого заседания федрезер точнее заседание оно двухдневное началось еще вчера но сегодня подбудет итоги 22.00 если ориентироваться на московское время а ты знаешь в экономических календарях сегодня нескольких видел то что пресс-конференция принц сразу же за оглашение решение по процентной ставки то есть тоже в 22 00 но мне как странно как всегда был лах 30 минут только после этого выходил джером пауз собирался со своими коллегами не отвечал на вопрос поэтому я все положусь на опыта и скажу что пресс-конференция будет не сразу вот как и в прошлые разы минимум через 30 минут после этого наверное неважно главное то что мы дождались этого события потому что сегодня фрс точно раскачает рынки рынкам сейчас нужны дополнительные вводные катализаторы для движения последний катализатор был связан с инаугурацией байденом и его пакетом экономических стимулов и вот мы теперь с этим продолжаем вариться нужно что-то новенькое на пока мы не знаем когда именно точно конгресс проведет на слушание по вот этому фискальному стимулу но вроде как начале февраля я думаю что могут даже дату изменить я предлагаю как раз сегодня поставить на то что фрс сделает несколько заявлений которые я как продавец доллара буду разбирать как проявление мягкой монетарной политики поэтому сегодня можно даже демонстрации крана перейти сразу я так секундочку но из того что я уже сказал а следует и я надеюсь а те кто смотрит за нашим совместно с тобой аналитическим творчеством знаю то что я наверное один из самых закостенелых продавцов доллара и вот стараюсь любой новостной фон найти в нем причины для того чтобы доллар подпродать вот сегодня не будет исключением индекс доллара в моменте котироваться на отметке 90 22 вот здесь вот я думаю что на графике видно уровень скользящий средний вот прям от него как по нотам отрабатывает сейчас именно динамика котировок но все-таки пока что у нас сохраняется вероятность я думаю пробои вот этой планки на уровне 90 15 и ухода ниже я попробую даже рискнуть и дать рекомендацию что если друзья вы хотите сегодня заработать нужно смелее быть по индексу доллара продавать его с целями даже ниже 90 пунктов опять же я не сомневаюсь в том что сегодня риторика будет точно такой как ну должна быть учетом тех проблем которые накопились в американской экономике я чуть-чуть сомневаюсь в том насколько быстро может быть снижение курса доллара то есть у меня два сценария либо индекс доллара вот в моменте прям после оглашения решением поставки и потом уже на пресс-конференции начинает лихо валиться вниз а либо как таковой реакции особо не будет поскольку более-менее трейдеры уже знают что может озвучить прс но вот этот сигнал того что американский регулятор будет проводить мягкую монетарную политику его в последующие дни будет достаточно чтобы вот так вот мало-помалу продавить доллар вот ниже уровня поддержки поэтому сегодня я предлагаю следующую рекомендацию это пробой вот как раз селл стоп с уровня 90 10 стоп лосса ставим на отметку 90 60 ну и ждем уже пару ниже 89 это конечно же нам долгосрок буду как бы давать апдейт наши с тобой последующие эфиры по данной торговой сделке не переживайте друзья индекс доллара это инструмент без слабов поэтому можно сидеть без какой-либо нагрузки так также золото знаешь я вот сегодня смотрел на то что происходит в моменте на финансовых рынках решил что сегодня я продолжу транслировать те идеи которые обсуждал с тобой а в прошлый раз то есть у нас было еще золото которое я рекомендовал посмотреть покупку особенно в случае отбоя от этой линии тренда сейчас мы видим то что ну в принципе пока что даже с учетом техники это этот сценарий работает сейчас котировки 1852 если увидим там 1845 можно будет смело покупать уже с целями движения выше отметки 1900 и еще была сделка по евро-доллару это через отложку buy-stop с уровня 121 90 мы пока до нее не дошли сейчас котировки 12150 и я с твоего позволения чуть подтяну отложку она останется buy-stop только уже не с уровня 121 90 а с уровня 121 70 а стоп лосса тоже двигаем 121 получается 10 и take profit выше уровня 123 если я сегодня окажусь прав и трейдеры найдут до достаточно причины чтобы продать индекс американского доллара то тогда рисковые инструменты конечно же пойдут вверх и вместе с риском выиграет еще золото который также реагирует на то что происходит разумеется с баксом поэтому ждем сегодня фрс заседанием 2200 по московскому времени пресс-конференцию на рынках точно будет жарко я думаю что в следующий эфир нам с тобой будет о чем поговорить потому что движение к этому моменту точно сложится и покажут всю свою россию виталий слова тебе такси приветствую что там по помощи что-то на тормозе так что-то читала ли там все процессе неоднозначный новостной фон я думаю что вот так вот и будут качели либо согласовывать либо не согласовывать но в конце концов думаю что еще две недели мы точно получим пакетский был там же назначили эту елен да да интересно сколько байдену сегодня лет 83 или сколько ему и это и елен и тоже так считаю там пишут и 74 ну мне просто интересно но в таком возрасте скажем я понимаю там где-то 60 65 да еще можно скажем активно и так работать но 74 83 там да то есть это конечно ну а что далеко ходить посмотри на нэнси пелоси и посмотри на байдена это вообще те еще демократы не знаю сколько сколько американская экономика и вообще эта партия демократическая существует столько вот они в ней но больше 50 лет этого байдена только карьера у пелоси то же самое я честно говоря всегда когда вижу нэнси пелоси по телевидению мне становится немножко даже страшно потому что ну реально очень старая женщина и но есть порох еще пороховницах раз она так жестко сопротивлялась именно курсу трампа и периодически на него наезжал результатив посмотрим что будет дальше дай бог им здоровья конечно 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 да ну это такое просто ладно давай перейдем к рынкам так меня прошлый раз была идея по евро доллару шорт это единственная идея была на отметке 2170 я предлагал шортить мы в тот же день ушли вниз там около на 50 пунктов на полфигуры и скажем вчера достаточно сильно откупили евро доллару я говорил как еще в понедельник что мы ждем какого-то импульса вниз он в принципе прошел откат и уже по откату будем судить там шорт или не шорт был откат но он какой-то такой сильный достаточно мне это чуть чуть не нравится по евро доллару поэтому этот шорт который я советовал он в принципе может реализоваться мы можем с текущих падать дальше вниз но как-то я в это слабо верю поэтому рекомендация это будет рискованная напомню стоп лосс мы ставили большой так как по евро доллару такое ощущение есть что мы я еще и в прошлый раз знал что мы можем повыше уйти до район там 1221 22 там с копейками и потом только вниз второй сценарий и альтернатива это то что мы можем конкретно по евро обновить х и аналогично по индексу доллара обновить минимум и этот вариант еще существует поэтому напоминаю что нужно соблюдать риски в текущем моменте так как чтобы не потерять все и оставить еще на тот вариант если евро пойдет на перехай там где-то искать уже дальше среднесрочные продажи по данному инструменту так логика твою твои покупки при пробое вот этих ее в принципе на скажем на рост есть по евро и поэтому возможно сохранить шорт евро доллара еще как вариант но он очень-очень рискованный напомню дальше еще идея на сегодня это вот золото ты сказал по золоту лон да там пониже купить или там возможно кто-то уже купил так как разница большой нету но я так анализировал это золото и у меня скажем есть видение что она может очень хорошо провалиться так как если анализировать предыдущий раз даже ноябрь когда золото сильно скинули после накопления но ушло хорошо вниз аналогично предыдущие там месяцы там август сентябрь и сейчас тоже прошел сильный импульс вниз идет коррекция у меня видение что мы с этой коррекции должны уйти очень хорошо вниз на обновление этого минимума который было это 1765 и еще ниже то есть у нас есть запас хода достаточно хороший около 100 долларов я думаю еще ниже умеем возможно 150 долларов но вопрос состоит в том откуда мы будем падать есть вариант мы с текущим падаем в таком случае стоп лосс нужно закидывать за вот этих и которые у нас были на прошлой неделе это первый вариант второй вариант мы как-то возможно сегодня на фрс ближайшее время еще сделаем поглубже коррекции где-то в район там 1900 и уже ниже почему потому что у нас достаточно большой импульс и у нас есть куда еще откатывать я примеру лично золото сейчас не торгую потому что у него такая волатильность здесь скажем можно много пунктов заработать но это соотношение на стоп лосса и профит она в принципе одинаковая ну имеется ввиду не слишком большое соотношение можно взять с коротким стопом здесь как раньше можно было где-то войти по золоту там 50 пунктов 80 пунктов сейчас там диапазон там движение в течение часа поэтому пока я за скажем такой на ближайшее время шорт по данному инструменту будет он ли секущих еще мы подрастем скажем время покажет плюс мы видим зашли под трендовую линию вот эту коррекционную которая у нас сейчас идет по золоту я думаю что мы ее в прошлый раз отбились на прошлой неделе возможно еще протестируем но пока вижу данный активность поэтому у меня будет такое противоположное движение по данному инструменту так но значит остановимся на золоте евро да да на золоте евро пока я зашел поэтому поэтому по этим инструментом конечно не достаточно рискован и как я уже сказал по евро доллару поэтому такое у меня видение понял тебя виталий спасибо тебе за твою точку зрения смотрим за тем как поведут себя рынке тебе как и мне удачи друзья соответственно принимайте решение как действовать абсолютно разные точки зрения это наверное хорошо учитывая то что речь идет о полноценной битве двух подходов к тому что на финансовых рынках происходит но друзья какое бы решение вы не приняли обязательно контролируйте риски очень важно соблюдать правила риск менеджмента следить за загрузкой ваших депозитов и не злоупотреблять с плечами то есть с этим ни в коем случае нельзя заигрываться на такой волатильности которую мы видим на площадке сегодня ждем фрс ждем движение на финансовых рынках и следующий раз все это обсудим спасибо тебе виталий